На ближайшей сессии городского собрания Сочи депутатам предстоит утвердить положение о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. В рамках этого документа расширяются полномочия департамента. Теперь транспортники сами будут следить за ситуацией на дорогах, где, например, необходим ремонт. В этом году отремонтировано дорог на сумму 518 миллионов рублей. В следующем году по решению депутатов городского собрания Сочи планируется выделить 1 миллиард рублей. В программу по ремонту будет включено больше сельских дорог. Департамент будет анализировать, где какие знаки дорожного движения расставить, где убрать машины с помощью эвакуаторов. И саму работу службы эвакуации тоже будут контролировать. Работа эвакуаторов в данном случае просто необходима. С другой стороны, мы все опять же получаем жалобы за незаконную деятельность данных эвакуаторов. И сегодня данный вопрос просто будет регламентирован теми документами, которые будут рождаться в городе Сочи. Данная функция наделяет именно контроль за сохранностью данных дорог, привлечение к ремонту тех лиц, которые вред данной дороге нанесли, и восстановление до дороги при начальном состоянии. На комитет пригласили нового руководителя МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Он рассказал о тех изменениях, которые происходят на предприятии вследствие того, что город вернул ранее отданное в аренду коммунальное предприятие. Практически все сотрудники приняты в штат, он укомплектован и работе ничего не мешает. За исключением того, что прежние владельцы не вернули абонентскую базу данных. В течение полугода предприятие все восстановит и пользователям воды беспокоиться не о чем. Мы государственное предприятие, цена у нас регулируется государством, есть порядок регулирования, предельный индекс задает государство, и выше чем на предельный индекс наши тарифы больше расти не могут. То есть никаких скачкообразных ростов тарифов точно не будет. На другом комитете по земельно-имущественным отношениям сегодня рассматривали утверждение перечня земельных участков, а их 77 для многодетных семей. Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского собрания Сочи. Эти земельные участки находятся в своем большинстве в Лазаревском районе. Но в дальнейшем работа по данному направлению будет продолжаться. Помимо того перечня, который был утвержден, нам на комитете сегодня в очередной раз был поднят вопрос о том, что данную работу необходимо продолжать и увеличивать перечень тех земель, которые в дальнейшем будут предоставлены многодетным семьям. Отложили и на сессии не будет рассматриваться вопрос относительно судьбы двух аварийных зданий в Хосте, расположенных на улице Октября и на улице 50 лет СССР за поликлиникой. Ранее планировалось включить их в план приватизации, но жители поселка решили, что, как и прежде, их лучше вернуть здравоохранению. Правда, на ремонт только одного из них понадобится 112 миллионов рублей. После жарких дискуссий сегодня депутаты городского собрания Сочи решили не спешить и обратиться в Краевое министерство здравоохранения за разъяснениями, что делать с этими зданиями. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.